31 мая день отказа от курения. По всей стране проводятся акции антитабачной направленности. В Чебоксарах студенты-волонтеры медицинского колледжа и специалисты республиканского наркодиспансера и центра медицинской профилактики вышли на улицы Чебоксар, чтобы еще раз напомнить горожанам об ответственности за свое здоровье. 31 мая день без табачного дыма. Я не за курящую Россию, а ты? Мы не курим и нам нравится. С такими лозунгами ломать стереотипы. Вышли на улицы столицы участники акции против курения. Волонтеры-медики уверяют, что эта акция непременно должна помочь тем, кто на распутье. Поспортиваться моментом и попытаться отказаться от этой весьма приятной привычки. Хорошо, что я не курю. Пожалуйста, курение вредит здоровью. Никогда не пробовал и не буду. Это выгодно и будет меньше проблем с здоровьем. Сам видел, как курящие люди задыхались, когда курят. Во-вторых, это экономично для сбережения денег. Потому что многие люди на курение тратят много своих денег. С новыми сигаретами, которые сейчас придумывают люди, это по типу электронных сигарет и всяких вейпов, я мало знаком. Но я считаю, что они тоже вредят здоровью. Татьяна Чемякова, как будущий медработник, знает состояние здоровья современной молодежи, объясняет актуальность подобных акций. Слишком равнодушны и самоуверенно стали парни и девушки. И при этом не слишком хорошо представляют себе последствия вредных привычек. Мы здесь для того, чтобы предотвратить курение молодежи, чтобы они не курили, чтобы сохранили здоровье. У них должны быть свои цели, свои желания, чтобы не курить и бросить курить. Наше здоровье в наших руках. Табачная зависимость лечится вполне успешно. Надо лишь правильно настроиться и замотивировать себя. В этом году акцию решили провести под девизом «Возьмем обязательство, прекратим курить». Именно в период COVID курильщики были наиболее уязвимой группой населения, которые страдали от вируса. И сегодня очень важно, чтобы каждый житель нашей страны, нашего города, вот на минуточку сел, задумался и для себя мысленно построил такую табличку, что мне дает никотин и что будет, если я прекращу курить. Табачная зависимость – это то состояние, которое лечится и то состояние, которое дает новое качество жизни. Сегодня консультирование по вопросам табачной зависимости проводят врачи первичного звена. Также при необходимости можно обратиться в специализированную службу. В любом случае это лучше, чем потом лечиться от тяжелых последствий. Наталья Мальчикова, Георгий Кривошейн, Республика.